99,6 это Финамо ФМ, программа Pro и Contra в студии Константин Андреев, аппаратный продюсер Лена Буцкая, звукорежиссер Анат Соколова. Доброе утро, начинаем нашу программу Pro и Contra. Сразу хочу спросить, какой образ жизни вы ведете? Часто ли вы переезжаете? Вы живете в своей квартире или съемной? Может быть вы живете в своем доме, а может быть снимаете коттедж? Часто ли вы меняете обстановку и если да, то по какой причине? Вот всеми этими вопросами я хочу начать нашу сегодняшнюю программу. Пожалуйста, отвечайте нам при помощи нашего телефона 651099,6, префикс 495. И на сайте, естественно, нашфинам.фм, на страничку программы Pro и Contra. Еще раз, какой образ жизни вы ведете? Часто ли вы переезжаете? В какой квартире вы живете? Съемной, может быть, зачем? И для чего вы меняете обстановку? Меняете ли ее вообще? Делается это все для того, что благодаря вашим ответам, я надеюсь, мы к концу программы составим с нашими экспертами некоторую картину того, какая мебель пользуется спросом у российского покупателя и насколько этот спрос удовлетворяют отечественные производители, кои у меня сегодня представлены, представители которых у меня сегодня представлены в студии, или все-таки этот спрос удовлетворяют компании иностранные, Китай, Малайзия, Италия, Германия, все что угодно. Сразу отмечу, что сегодня доброе утро. У меня в студии директор торгового дома кухни Марии Григорий Гейфман. Доброе утро. И вице-президент фабрики мебели 8 марта, правильно, ничего не путаю? Группа компаний. Группа компаний. Группа компаний фабрики мебели 8 марта по связям с общественностью Светлана Савельева. Здравствуйте. Доброе утро. Вы что можете сказать, ответив на мой вопрос? Часто ли, ну, хорошо, понятно, что сейчас, может быть, уже нет, но часто ли вы переезжаете, может быть, ваши родные сдвигаются? Как вы думаете, вообще, насколько современный тренд по мебели? Я могу сказать цифры нашего сегмента, которые мы пытались рассчитывать. Значит, в среднем российский потребитель покупает нашу продукцию, а речь идет о кухне, где-нибудь раз в 8-10 лет. При этом в основном это связано с переездом, где-нибудь процентов 60-70, а процентов 30, это такая смена обстановки, ремонт. С учетом этого мы пытаемся считать, соответственно, наш рынок, его изменения, его тренды. Светлана. Ну, у нас ситуация в этом смысле немножко получше, потому что, во-первых, за последние 10 лет мы все и в России приучены, что дом должен быть красивым, он должен нравиться, а диван — это центрообразующее пространство. Ну, то есть мы в вашем случае о мягкой мебели. И всяческих аксессуарах к ней, включая там тумбочки, комоды и все остальное. В этом случае, конечно, почаще и хочется менять. Плюс наша привычка, в отличие от англичан, мы любим дешевые вещи, а они имеют тенденцию быстро разрушаться. Поэтому, когда человек чувствует некую стабильность, у нас появился средний класс, нам, производителям и продавцам продукта, который ориентирован процентов на 70 именно на этот сектор, уже видно, что люди покупают добротные вещи, кредитные программы, накопили, что-то еще. Плюс очень многие сейчас как-то волна, когда получают в наследство дачи или стали покупать домики, пусть далеко, но тем не менее. А мебель предпочитают покупать все равно там, где ее потом обслуживать удобно. То есть если люди живут в Москве, а дача у них может быть и за 400 километров от Москвы, они все равно купят мебель здесь, где живут. А вы можете, как Григорий, сказать, что вот раз в какое время меняется мебель? Вот по вашим... Я могу сказать так. Хорошая мягкая мебель, она в принципе вообще не меняется. Она живет... Да, но если у нас на каркас срок эксплуатации 25 лет, это то, что мы можем гарантировать. Да, мы там 18 лет существуем на рынке, как производитель. Но у нас есть такие вещи. Мы все в домах помним бабушки на диване, которые переезжают, если они живы. Это менталитет. С этим ничего не поделаешь. Другой вопрос, что и слава богу, даже на съемных квартирах люди предпочитают покупать свою мебель. Люди улучшают свои жилищные условия за счет ипотек. А вот сейчас я хочу вам оппонировать и попрошу Григория тоже. Может быть он добавит свою реплику. Дело в том, что я, например, как коренной москвич, имея собственную квартиру, тем не менее, как европеец предпочитаю жить там, где мне удобно. То есть моя квартира — это отдельная история. Я кочую в силу разных обстоятельств. И понятное дело, что я как раз предпочитаю за собой из квартиры в квартиру мебель не возить. Ну, самый минимум какой-то. Я вожу с собой там стандартно книжные полки чешского, кстати, чехословацкого производства. Деревянные миллион лет назад сделаны. Просто потому, что я их загрузил прямо с книгами. Да, они такие порочные. Я их прямо с книгами загрузил в машину и ничего не разбираю, не пакую. Прямо в полках стекла только снял. Но все остальное, понятно, что поскольку переезды достаточно часто, ну, понятно, по меркам человеческой жизни так очень часто, просто там 3-4 года я живу на какой-то квартире, я с собой ничего не вожу и предпочитаю как раз то, о чем вы говорите, улучшая свои жизненные условия. Все равно я покупаю мебель довольно дешевого сегмента. одной известной сборно-разборно-конструкторской фирмы, вы понимаете, из четырех букв. Потому что в силу, ну, просто понятно, что мне не жалко потом ее оставить или что-то я потом разберу до состояния там листов, перевезу и точно так же соберу потом там из этого какой-то шкаф или там что-то такое. Вот по-вашему, на ваш взгляд, насколько много, вот по статистике, насколько много таких людей, как я, да, хотя бы там в городе Москве, а может быть вы и по России можете сказать, да, потому что я понимаю, что представительство у вас и у вас, и у вас, и у вашей компании, у вашей есть по всей России. Насколько таких людей, как я, много или каков тренд? Вот, может быть, увеличивается число людей, которые, наоборот, покупают что-то уже на более длинную перспективу. Григорий. Ну, что касается нашего сегмента, у нас есть довольно успешный опыт контактов и сотрудничества с девелоперами, и мы получили эти данные. Значит, спекулятивный рынок недвижимости в Москве, он характеризуется тем, что порядка 30% людей, покупающих новые квартиры, покупают их с целью коммерческого использования. И дальше эти люди делают замечательный маркетинг. То есть кухня, купленная либо в DIY-сегменте, либо у той замечательной компании, которую вы упомянули, значит, она устанавливается, она очень дешевая. Иногда кухня может стоить там 15-20 тысяч рублей, 4 ящика. Это же дешево. Мойка, да, какой-нибудь шкаф замечательный. Она функциональна, она первоначально очень хорошо выглядит, и более того, она не оставляет в памяти каких-то там приятных или неприятных вещей, от нее можно легко избавиться. И тогда люди устанавливают кухню, они пишут в объявлении, сдаю квартиру с кухней. И о счастье! Все молодые люди, такие же, как и вы, с успехом переезжают, берут свои полочки, начинают жить и потом переезжать. Что касается регионов, там нету такого перемещения людей, там очень низок процент людей, которые снимают жилье, либо они это делают временно в ожидании все-таки покупки, а миграция и население в регионах, она очень слабая. То есть, если в Америке люди вообще не привязаны ни к прописке, ни к недвижимости, то у нас есть прописка, отметка в паспорте, вот эти тяжелейшие отягощающие факторы, они не позволяют людям так легко перемещаться. Но Москва, это центр массового перемещения людей, ну, по нашим подсчетам, где-то, наверное, от миллиона до полутора миллионов человек. Это вот такие вот мигранты. Мы отчасти, так как я из Саратова, мы сами себя немного называем понаехавшими. Так в связи с этим можно сказать, что, например, в регионах, например, кухни вашей компании, кухни Марию, покупаются и ставятся там людьми. То есть, соответственно, они выбирают себе кухни, которые простоят у них там 15-20 лет или там те же 10. Ну, такая цифра, да, это слишком, я думаю, много, но до 10 лет. Смотрите, да, во-первых, рынок Москвы отличается и конкуренцией, и ценообразованием. И, значит, в регионах нашей кухни называются бизнес-класс, а в Москве это эконом-плюс. Значит, единственная пограничная зона, это вот когда стоимость кухни приближается где-нибудь там от 80 до 100 тысяч рублей, то всегда она очень чувствительная для потребителей, где люди из-за там 3-5 тысяч рублей готовы в ущерб там многим факторам, там, я не знаю, качество, долговечность, какие-то преференции, просто перейти в другой сегмент только потому, что, значит, вот эта разница в цене для них порой является решающей. И здесь этот пограничный сегмент, он очень мигрирующий. То есть, с одной стороны, люди тянутся к лучшему, к узнаваемости, к хорошему, и все-таки цена имеет важнейшее значение. Значит, а вот в том самом сегменте, где мы работаем комфортным, а средняя цена кухни что-нибудь в районе там 200 плюс-минус, значит, здесь потребитель готов заплатить для него важнее качество, функциональность, совершенно какие-то инновационные вещи, новые технологии открывания, значит, новые виды техники, дизайн, цвет. И здесь все немножко по-другому, и мы видим, что рынок, он все равно движется в эту сторону, потому что инерция российского потребителя, она вот такая, получить индивидуальный продукт. Финам.фм Здесь Константин Андреев, продолжаем. Я по-прежнему предлагаю вам присоединиться к нашей беседе. 65 10 99 6, код города 495, или финам.фм, страница программы Про и Контра. Давайте поговорим о том, какую мебель покупаете вы, западную, восточную, российскую, и почему вы предпочитаете именно конкретного производителя или страну производителя, а может быть, не предпочитаете. В первой четверо часовки мы говорили о том, что мы говорили о том, как распределяется рынок, как по мнению производителей мебели сейчас движется, куда движется рынок мебельный в России, что предпочитают российские потребители, насколько надолго он покупает мебель. Григорий Гейфман, директор торгового дома Кухни Марии, говорил, что в кухонном сегменте все-таки есть довольно сильное расслоение. Москва отличается от регионов. Что касается мягкой мебели, давайте спросим у Светланы Савельевой, что касается вашего сегмента. Если говорить о мягкой мебели, здесь немножко другая картинка. Почему? Вот вы рассказывали, что вы любите переезжать только с полками. Я вам могу сказать, что хороший европейский молодежный стиль. И в этом случае действительно мебель, мебель, которая, скажем так, собрана на коленке и производится по тому, что маркетинговая политика у этой мебели, она должна отслужить гарантийный срок. Если ровно через день она у вас в щепке развалится и в нитке разойдется, это их не волнует. Это оборот европейской системы жизни. Мы все равно привыкаем немножко к другому. Я вообще считаю, что мы больше, чем европейцы или американцы, себя любим в отношении, если смотреть по мягкой мебели статистику. Почему? Очень многие с собой возят, если не матрас, то сейчас есть очень много технологичной мебели, у которой эргономика и ежедневное полноценное место для сна, которое складывается буквально в такую же коробку, как вы возите свои щитами, и перевозите с собой. Это все влезает в газель, вся ваша утварь. В этом случае, если говорить особенно для москвичей, это похоже. Да, действительно, в регионах переезжают меньше, но в регионах есть другая проблема. Давайте не забывать, что наша экономика все-таки по-честному имеет место, можно это назвать как угодно, теневая, неофициальная, серая, но даже сейчас достаточно вполне мебели. Вот мы едем по трассе, кто едет, и видим мебель ближайших стран постсоветского пространства, еще что-то. Это уже даже не рынок. Давайте называть своими именами Белоруссия. Да, при этом Белоруссия, Украина, я знакома, не могу сказать, что с многими, но с некоторыми из этих людей, я могу сказать, что я как бы по-человечески их понимаю, они не от хорошей жизни это делают. У них совсем беда с их государственной промышленностью, с производством. Ну, насчет Белоруссии я бы поспорил с вами. И со многими вещами. А вы знаете, а насчет как раз Белоруссии могу сказать, у меня папка был физик-атомщик, который в том числе в ликвидации последствий в Чернобыле участвовал. Я очень помню, как он всегда говорил, что радиации в Белоруссии и моим внукам еще хватит. Поэтому давайте говорить, что есть какие-то вещи, да, менталитет в России, это вообще великая вещь. Поэтому, да, можно купить за 3 копейки. И это будет здорово. А потом мы все умеем пользоваться молотками, мы умеем подкладывать книжки под ножки, мы умеем красивыми покрывалами это декорировать. Слава Богу, отношение к себе и к уровню жизни, оно повышается. И здесь могу сказать, это статистика во всем мире. Есть вещи, когда кухонный гарнитур на кухне или новый диван сохранил семью, хорошее отношение и все остальное это напрямую влияет на психологию. Вот Анна нам пишет на сайт финам.фм, страничка программы про и контр. Как раз в подтверждение ваших слов, много лет назад купила достаточно дорогой диван 8 марта. Два раза ломались колесики, но оперативно приезжали мастера и все меняли. Очень довольны и диваном, и сервисом. Вот Анна подтверждает ваши слова. О том, что надо все-таки покупать дорогие вещи, ну или более высокого сегмента, чем дешевый. Вот тут скажу. Чтобы не было потом молотка. В пользу российского производителя. Колесики это проблема не только наша, колесики проблема у всех. Почему? Вы сами понимаете, они ездят по полу, идеальность наших полов, наверное, в 90, ну 85-90% квартир оставляет явно желать лучшего. Но при этом, вот смотрите, если мы сравниваем импортную мебель и мебель российского производства, одного ценового сегмента в данном месте, то человек, который выбирает, должен понимать, на что он ведется. На, говорят, а сало русское едят, на самом деле, да, или на качество. Намного большие вещи, и это важные вещи в жизни, это постпокупочное обслуживание и жизнь мебели. Это то, что вы можете ее починить, почистить, стирать, заменить. Российская мебель в этом смысле намного выгоднее для покупателя. Тем не менее, вот смотрите, у меня есть, я специально себе распечатал разблюдовочку, значит, основные показатели российского рынка мебели. Значит, ну, правда, это статистика за три года назад, но тем не менее, значит, в целом, да, доля российского рынка мебели составляет на российском же рынке, да, составляет 63%, в Москве мебель покупают почти 50 на 50, даже 51% импортная мебель, тем не менее, да, ну и дальше там по регионам, Санкт-Петербург 59%, то есть, две трети российской мебели, Архангельск 88%, ну, то есть, там, чем дальше в регионы, тем больше доля рынка российского, тем меньше доля рынка иностранного, ну, там, Ростов-на-Дону, то есть, понятно, что тут уже срез такой идет просто состоятельности людей или какого-то там, может быть, выпендрежа, тем не менее, я хотел бы все-таки вот поговорить про конкуренцию, значит, смотрите, первое, открыли, что касается белорусской мебели, да, открыли, создали таможенный союз, нет никаких проблем, нет никаких барьеров, ну, или, по крайней мере, они минимальны, да, насколько вы борете, насколько вы готовы бороться в том числе и в сегменте не очень дорогом или, насколько белорусские производители готовы перейти в следующий сегмент, пометуя о том, что хватит еще на наш век радиации и прочее. Не-не-не, я сама обожаю белорусскую мебель, при этом, при всем, я ни в коем случае не хотела их обидеть, здесь вопрос один, во-первых, давайте еще раз вспомним, сейчас чисто экономика, статистика, маркетинг, первое, цифры, которые вы говорите, не совсем адекватны. Почему? Почему? Во-первых, мы говорили о теневом, неучтенном рынке, который составляет порядка 40% России. Это что такое? Это то, что вводится... Это российская мебель, нет, это российская мебель и ближнее зарубежье, сделанное на коленке, но под маркой выпущенная... Сделанное на коленке. Даже марки может не быть, у нас это называется в гараже. Да, в гараже или дрова у нас это называется. В нашем неконсолидированном рынке до 50% кухонь нонейм делаются вообще без названия. Подождите, но нонейм и продается б хуже. Одно дело, когда к вам приходят... Она многочисленна. Она продается хуже, но в каждом городе есть как минимум 30-40 производителей мебели, которые консолидированно дают до 50% рынка кухонь. Это абсолютно точно. Этот рынок закрытый, никакой статистики по нему нет, она никуда не попадает. Да, цены на порядок ниже, но кто-то, а так как уровень жизни в России все-таки еще не так высок, и количество бедных достаточно велико, то этот выбор делается, эти кухни покупаются. Ну хорошо, но они же развалятся через 3 года. Значит, потом этот человек, который... Секундочку. За 3 года он эти свои деньги на следующую небольшую, недорогую покупку накопит, но 3 года он будет жить не там ставя сковородку на табуретку, понимаете, а с кухней. То же самое про диван. И то же самое с диваном, да? То же самое. То же самое. Он будет спать на мягком диване, через 3 года вылезут пружины. Конечно. Разница в разы. В разы. Потому что налоги не платятся. Да. Налоги не платятся. Эти люди, как правило, работают без НДС. Да. У них все просто, поэтому разница составляет разы абсолютно. Это разы, действительно. А плюс, что, допустим, в мягкой мебели, это вообще проблема всего мира. Ничего не стоит затратиться один раз, не вкладываясь в разработки, во все остальное. Купить диван какого-то известного производителя, который пользуется спросом. Господи, зайди в любой торговый центр. Ну, понятно, разобрать его на куски. Разобрать на куски. И дальше, наплевав на всю технологию, просто встык скобками сбить, сшить из дешевого сегмента. Это я говорю при том, что мы работаем от самого дешевого сегмента до лакшери. Хорошо, давайте про лакшери потом. Понятно, что лакшери... Хорошо, самый дешевый сегмент у вас. Сколько стоит? Сколько стоит самый дешевый, ну, такой приличный диван? От 17 тысяч. Сколько стоит такой же диван, как вы говорите, украденный у вас, разобранный и собранный потом из какого-то непонятного материала? Вот четырех в регионах. В Москве от 7 тысяч рублей. То есть в три раза, а то и в пять раз. А у вас есть такая? У нас дешевый сегмент кухни, она наполнена у нас техникой, поэтому самый низкий ценовой сегмент это где-нибудь 1070. Значит, а кухню в регионе можно купить, да, начиная там от 15 тысяч рублей. Вот это ноунейм то, что вы говорите? Абсолютно. Абсолютно. Что это такое? Каркас, фасады, ручки. Все это выбирают, стыкаются, вам приходят и собирают. Хорошо, сейчас у нас минутка остается до новостей. Коротко попрошу вас ответить. Значит, есть ли какой-то у добросовестных производителей, у мебельщиков, есть ли какой-то отраслевой союз, который в том числе помогает каким-то образом защититься вот от такого? Или пока нет? И что с этим делать? Однозначно-то нет. Сегодня это борьба в одиночку. Каждый сам строит свой бренд. И сегодня на рынке надо конкурировать с сервисом. Мы не торговая уже компания. У нас все сервис. Замер, сервис, дизайн, сервис, доставка, сервис, установка, сервис. И поэтому основной упор это выбор клиента подтвердить качеством предоставляемого сервиса. Светлана. Я скажу больше. Давайте говорить, что проблема у нас еще в том, что сам производитель относится к целлюлезобумажной мебельно-обрабатывающей провышленности. Продукция, как только она встала продуктом, легкая, какой союз? О чем мы говорим? Новости. Здесь программа Про и Контра. Константин Андреев. Говорим сегодня с производителями мебели. И вот прямо перед новостями закончили тему, вернее, начали, как бы подошли к теме производства. Говорили о том, что, к сожалению, очень много ноунейм на рынке, дешевого, плохо собранного и так далее. Что касается производства не ноунейм, а марок, что касается вот этой цепочки, насколько российскому производителю мебели сложно или легко живется в этом ключе. Я имею в виду материалы, потому что и кухня, и мягкая мебель это всегда дерево в том или ином виде, или там дерево, дерево материалы, это всегда какая-то ткань. В вашем случае это дополнительные полимеры, фасады, я имею в виду кухни. Ну и плюс, конечно, фурнитура. Плюс технологии и специалисты. Технологии и специалисты это самое важное. Григорий, давайте с вас начнем. Значит, что в кухне? Ну, у нас ситуация такова. Значит, слава богу, все, что касается фасадов и каркасов, значит, иностранные производители переместились в Россию. И так или иначе, путем слияния и поглощений, купив предприятие на территории Российской Федерации, а слава богу, лесная промышленность, она очень мощная. Значит, мы просто увидели рядом стоящих тех же самых поставщиков, которые раньше обезли нам все это из Германии, покупая сначала лес, теперь мы это получаем в России. Что касается, таких важных вещей, как механизмы, а сегодня это важнейшая часть нашего продукта, потому что туда пришла электроника, самая разнообразная, то в основном мы все это покупаем у итальянцев, немцев, австрийцев. Значит, и пока нет возможности ни у кого с этим конкурировать, потому что высокий уровень технологичности, высокий уровень качества, стабильность поставок, и мы действительно сидим на этой игле, связанной с импортом. Смотрите, я хотел задать вопрос, я задаю всем гостям, чем бы они не занимались, производством чего бы они не занимались, приходящим в эту студию, значит, есть ли необходимость, если да, то почему, и если нет, то почему, развивать комплексное производство. я понимаю, что делать все, начиная от гвоздя или шурупа и заканчивая кухней или мягкой мебелью, нет смысла, но тем не менее, возможно же каким-то образом договариваться и диверсифицировать производство, создавая при этом дополнительные рабочие места, дополнительное производство, да все, то есть есть ли вам резон, условно говоря, вот таким простым языком говорить, добиваться того, чтобы в России создавались там более совершенные деревообрабатывающие предприятия, более совершенные предприятия, то о чем вы говорите, там механизмов, электроники и прочего, и прочего, ладно, хорошо, мы не делаем посудомоечные машины, там вытяжки, то, чем наполняется собственно кухня, это там отдельная история, или там, но тем не менее, мы же делаем мебель, да, и вот судя по статистике, количество производства этой мебели достаточно высоко, почему же мы, почему же вы, как производители, не объединитесь, и, например, там, ну хотя бы, пусть будет два завода, которые будут обеспечивать, пусть не полностью, а части, потребности ваши в фурнитуре, там, во всем остальном. Ну, во-первых, здесь, я думаю, очень важная часть, роль была бы государства, как регулятора, для создания условий, если привести пример Италию, там, на территории Италии, порядка тысячи мебельных фабрик, и это уже кластерный регион, где в радиусе 50 километров, можно купить технологии, можно получить обслуживание современным технологическим линиям, можно на конкурентных принципах выбрать интереснее, красивее, высокотехнологичнее, все что угодно. В России ничего подобного нет. Сегодня правительство сделало ставку на какие-то иные вещи, инновации, эко, энергетику, и, возможно, сегодня еще не до нас, поэтому мы пока в одиночку, вот, а так как российский бизнес по-прежнему консолидирован довольно слабо, почему? Потому что рынок закрытый. Вообще в мебельном бизнесе, ну вот, например, в нашем полностью отсутствует на сегодняшний день слияние поглощения. О чем это говорит? Это говорит об отсутствии публичности, о не совсем высокой рентабельности, и это проблема. Значит, и в связи с этим рынок закрыт, конкуренты не способны к объединению. Скорее наоборот, они как можно более отдаляются друг от друга, и каждый в одиночку, пытаются выживать. Светлана, вы что скажете? Ну, во-первых, я здесь продолжу тему отношения государства к своим производителям. Меня вот очень порадовало, что господин Медведев на последнем большом сейшене межгосударственном сказал, и это действительно правда, что мы уже не столь газонефтезависимые государства, и что сейчас ставка делается на развитие собственной промышленности услуг. Знаете, мы говорим об этом уже много-много лет, еще задолго до того, как Дмитрий Анатольевич стал президентом. Вот я лично об этом знаю, вот о том, что Россия должна, должна, должна производство развивать. Я могу сказать, как человек, который последние 10 лет активно был, скажем так, менеджером проекта по внесению в аппарат президента предложению выделения, как сделала в свое время Европа, мебельной отрасли в отдельную. И с каким скрипом это идет, потом я видела глаза наших очень высоких чиновников, которых мы привозили к себе на производство, и которые, сидя в Москве годами, вообще не понимали, а у нас все производства в Москве, что это может быть. Поэтому, дай бог, но та же Европа, та же Италия, на самом деле, Италия это куча семейных производств. Их поддерживает государство невероятно как. Допустим, земля, на которой располагается их производство, дается им государством бесплатно. Сколько денег платим мы? Мы чуть не единственные мебельщики, которые могут себе позволить, 11 фабрик держать в Москве. Это вообще нонсенс для России. Хорошо, а почему, кстати, давайте, это интересный момент, распределение производства. Почему, например, вы держите 11 фабрик в Москве? Потому что у вас здесь рынок, и вам логистически это удобно, но вы же продаете мебель. Логистика это дурная штука в случае мягкой мебели. Это перевозка воздуха. Мало того, что мебель вообще очень трудозатратная, очень ответственная, сложная, но низкорентабельная, низкоприбыльная, на самом деле, предприятие, по сути, бизнес. Вопрос в том, что вот наша ставка качества. не дадут соврать, что вопрос в людях, которых ты делаешь, в стартовом даже образовании, мы учим все своих специалистов сами на местах. Человек приходит и учится, но в том числе поэтому, в том числе потому, что есть куча вопросов у нас, допустим, которые проще решать с теми, кто принимает решения, в том числе чиновники, какие-то надзорные структуры, мы получаем из-за границы комплектующие. Хорошо, но смотрите, вы же продаете свою мебель и в другие города? Да. И в том числе продаете, пусть удельный вес этой мебели не такой большой, но тем не менее, вы же продаете ее и за Урал. Он большой, почему же? Удельный вес большой, Москва не основная торговая точка. Хорошо, зачем же вам, например, везти за Урал, если у вас 12 предприятий в Москве, зачем же вам везти за 5, там, 3, 4, 5, да хорошо, даже за 1000 километров, за 1500 километров мебель, когда можно, в принципе, при таком развитии производства, построить 2-3 фабрики там, на территориях, да, отправить сначала туда из Москвы специалистов делегировать, они там как-то все построят, наладят, да, там каких-то своих специалистов подготовят. Об этом, кстати, еще о кадрах, вот я тоже бы хотел поговорить, о том, кто вообще у нас работает, про профобразование и так далее. Но вот сейчас хотя бы вот на этот вопрос мне ответить, почему нет, почему туда не развивать производство, не создавать нам рабочие места, да? Очень просто. Вы прекрасно знаете, какой процент налогов, а мы все белые, давно уже белые предприятия, мы отчисляем. При этом нам даже по кредитам, а любое производство живет за счет кредитования, овердрафтов и всего остального. У нас условия, если только ты давно работаешь и в хороших отношениях, фактически, как у частных лиц, вы что думаете, нам помогают банки или государства, у нас бешеные проценты по кредитам, а это огромные суммы. Мы зарабатываем сами, это не очень высоко доходное предприятие. В этом случае каждый специалист, который не будет работать здесь и производить, а поедет обучать других, плюс время, которое мы теряем. Это невыгодно. Максимум, что могло бы быть на сейчас реально, мы это просчитывали все, это система промежуточных региональных складов. Но давайте говорить, но при такой нестабильности экономики, при том, что происходит у нас в регионах с тем, что тебе сегодня землю дали, а завтра могут прийти и сказать, что ты еще должен за то, что ты на ней побыл, а иди отсюда, а дали за деньги, не просто так. Я понимаю. Проще и дешевле выходит идеально высчитывать логистику, оптимизировать процессы и все остальное. Поэтому плюс, здесь могу сказать, и станки, и многие вещи, мы же покупаем тоже за границей, тут не делают, мы бы с удовольствием вернусь к этой теме, развивали и помогали развивать смежные вещи. Но у нас, допустим, даже с известным Иваново, который всегда производил замечательные ткани, на сейчас не получилось сотрудничество. Мы пробовали это 4 года назад. Где вы закупаете ткань для мягкой мебели? Италия, Турция, сейчас стал появляться Китай. А ткани, это 60% стоимости мебели. Григорию хочу задать вопрос. Тот же самый. Скажите, как по-вашему? Вот просто с менеджерской точки зрения, очень коротко. Возможно ли развитие производства хотя бы в какой-то ближайшей перспективе? Например, зайти в правительство и сказать, давайте, у вас же есть регионы, которые совсем загибаются дотационно. Давайте мы им поможем развивать внутреннее производство за какие-то преференции нам. Налоговые послабления, еще что-то. Возможно такое делать? Смотрите, только в одной стране мира мощности покупают. Какой? Энергетические. У нас рынок электроэнергетики такой, что для того, чтобы получить мощность, ее надо купить и заплатить гигантские деньги. На самом деле, в Европе мощность покупай, пожалуйста, сколько угодно. Только бери ее бесплатно и плати за потребляемую. А у нас, для того, чтобы подключиться, тебе поставщик газа, воды или энергетики говорит, заплати за трубу до твоего места, купи мощность, выкупи объем и потом начинай делать текущие платежи. Значит, это первая вещь. Это барьер необычайный. Это удивительная вещь, поразительная. Второе, это земля. Очень тяжело договориться с местными властями. Почему? Потому что рынок земли не структурирован, она не отмежевана. Она до сих пор так и не находится в тех самых ГИСах, о которых говорят много лет. И для того, чтобы... Ну вот мы занимаемся 12 лет межеванием земли под собственным предприятием. Красные линии, смена главных архитекторов города, смена мэров каждый раз приводит к тому, что мы с самого начала начинаем эту историю. А что такое земля? Это залог. Ну понятно, да. Вот те самые вещи фундаментальные, которые не дают возможности двигаться в сторону производства. Понятно. В следующей, последней четверть часовки нашей программы это Про и Контро. Поговорим о том, кто, собственно, делает мебель, нужно ли нам развивать учебные заведения, которые помогут это делать. Сейчас последние новости, небольшая реклама и вернемся через пару минут. Это программа Про и Контро. Продолжаем говорить о проблемах в мебельном бизнесе. Хотел бы нашим гостям задать вот какой вопрос. Значит, не так давно Россия наконец-таки присоединилась к ВТО. Так или иначе, членами ВТО являются и наши, ваши, если говорить о мебели, прямые конкуренты и косвенные конкуренты на Западе и прямые косвенные конкуренты на Востоке. Потому что, насколько я понимаю, все равно довольно большой удельный вес завозимый, импортируемый в России мебель. Сейчас это Юго-Восточная Азия, Китай, Малазийская вот эта мебель такая, как говорится, немного странная. Вот. Ну, а что касается там сегмента, например, кухонного, это Германия, да, насколько я понимаю, и чуть выше сегмент Италия. Германия и Италия совершенно верно, хотя на рынке есть Чехия, есть наши белорусские друзья. Значит, ну, единственное, на что мы уповаем, мы за достаточно уже длительный срок своего существования фабрика работает с 1999 года, нам удалось создать собственные сети. И это является нашим важнейшим преимуществом. У нас собственный, мощнейший канал продвижения. В каждом городе Российской Федерации с населением свыше 100 тысяч населения есть наше присутствие. И, более того, мы видим этот тренд, когда итальянские компании пытаются нас использовать в качестве консультантов или вступать с нами в сотрудничество на предмет «А как выйти на российский рынок?» «Как создать те или иные каналы продаж для того, чтобы предложить вот свои собственные продукты?» Что касается конкуренции, то тут борьба развернется нешуточная, потому что, значит, условия существования, вот Светлана об этом говорила, компании в Европе, они пользуются мощнейшей поддержкой государства. У них есть преференции, связанные с экспортом, если вы экспортер. Значит, у них совершенно другая стоимость денег. Ну, вот в Америке на сегодняшний день деньги уже стоят один процент годовых. В Европе ставки ниже существенно, а наши рублевые ставки по-прежнему высоки. И поэтому борьба развернется нешуточная, значит, мы это очень хорошо понимаем, поэтому все силы вкладываем в развитие бренда, в узнаваемость, в качество, в сервис. Более того, будущее всемирного рынка это когда товары все будут похожими и одинаковыми, хотя, упаси Господь, может быть, одними китайскими, но борьба развернется на рынке услуг. И мы к этому готовы. Ну, это то, о чем мы говорили, это обслуживание, сервисы все. Абсолютно точно. Всевозможно. Светлана, вы что по этому поводу думаете? И еще один вопрос. В связи с тем, что вот ВТО, да, некоторым образом не открыли, но стерли вот эти вот барьеры, границы, для этого, собственно, эта организация и создавалась. Есть ли у нас возможность у российского мебельного производственного бизнеса сделать некий упреждающий контрудар? Вот то, о чем вы говорили. Есть ли вариант какой-то хотя бы минимальной экспансии, скажем, в Европу? Потому что понятно, что там в Азию, например, экспансии невозможно. Наверное, просто в силу дешевизны, пусть даже за счет качества, но за счет там рабочей силы туда нам, я так понимаю, ходить бесполезно. Ну, вот что касается Европы. Дайте так, во-первых, по опыту нашему мягкой мебели я могу сказать, что, наверное, хорошая мебель, которая дает человеку ощущение, что он живет в комфорте, что он просыпается, а у него ничего не болит, это очень много. Мы считали, что менталитет всех других стран, кроме России, что им не нужно ежедневное спальное место для ежедневного использования. То есть, раскладные диваны им поэтому не нужны. У них есть спальня. У них есть спальня. При этом, шесть лет назад совершенно случайно у нас был такой эксперимент. Одна барышня, которая торговала нами в России, вышла замуж за австралийца и сказала, а я единственное, что умею делать, это торговать вашей мебелью. Я буду ей торговать там. В Австралии. В Австралии. С тем, что я говорю, возить мягкую мебель, это платить за воздух. Тем более возить на другой континент, на другой конец мира. на другой континент. Не поверите, в течение года начала она с одного. Вот от открытия первого в течение года четыре салона. Это мы думали, что им не надо. Как только им показываешь, поэтому я возвращаюсь к тому, о чем говорил Григорий. Конкуренция сейчас в первую очередь, что поможет и может дать российскому потребителю, это узнаваемость бренда. Это хорошие услуги. Это имя. Покупают все равно в первую очередь имя в любом секторе совершенно покупок. Это раз. Второе, что плохо в связи с вступлением в ВТО, это то, что на самом деле российский рынок даже до сих пор достаточно не заполнен по потребительским возможностям. Все-таки, слава Богу, уровень жизни повышается. И финансовая составляющая растет, люди могут себе позволить больше и лучше. Поэтому, в общем, до сих пор на этом рынке воевать и действительно конкурировать прямо жестко. Можно только в том случае, если кто-то увидел, ага, ты разработал нишу, ты ее освоил, ты знаешь, как в ней работать. Кто-то приходит и говорит, помогите выйти, помогите понять, а кто-то напрямую ворует у тебя, включая методички и твои какие-то учетные бумаги с подиумов у администраторов, у продавцов, делает по их образу и подобию, взламывает электронные всякие сети, закрытые, по которым мы все равно передаем информацию о тех же заказах, там, скачивает оттуда информацию, выбирает для себя и в лобовую начинает пытаться выжать тебя из ниши, которую ты осваивал, а это деньги, это люди, это новые технологии, это новые маркетинг-технологии, управленческие технологии. Здесь вообще проблема, да, мало того, что это рынок вне рынка и европейские наработки в управлении, в аркетинге, они не очень сильно работают в России, их надо полностью адаптировать, переделывать и складывать в другие конструкции. Ты это все делаешь, а дальше приходит хороший дядя и в тупую. Понятно, что здесь как раз такие производители, промышленные, хорошие, качественные мебели, как представители, которых сидят здесь сейчас в студии, мы в первую очередь под ударом. Но, что хорошо, а хорошо ровно то, что никакому производителю, а мы все коммерческие, да, не бюджетируемые государством, ни в коей степени не поддерживаемые предприятия, что кто-то из европейцев, американцев, возящих мебель сюда, в связи с тем, что пошлиные системы изменились, снизятся цены на свою мебель? Вы понимаете? Нет. Что это дает нам? А это нам и дает то, что все равно тем или иным способом сопутствующие какие-то предприятия здесь, в России, что нам удешевляет и улучшает в том числе скорость реакции быстрее. Разработал, здесь же где-то нашел, произвел. Пока это небольшими количествами, но есть больше сейчас возможностей таких. Мы это можем таким образом как бы здесь делать и регулировать. Экспансия в Европу, да вы знаете, я не уверена, что это сейчас вообще в принципе адекватно. У нас на нашем рынке еще столько неоснованных. Ну я понял, да, я понял, что да, поскольку рынок еще наш, не заполнен полностью, сейчас нам куда-то выдвигаться нет смысла. Значит, понятно, что поговорили о том, что нет у нас своих производств, к сожалению, но вот затронули в прошлые четвертьчасовки тему людей, да. Надо ли в связи с тем, что еще сейчас бесконечно ведутся разговоры, ну вы знаете, там небезызвестный один олигарх, который там эпизодически пытается зайти в политику, потом оттуда почему-то делает опять шаг назад, потом опять так. Да, он в свое время предложил такую очень спорную вещь, что надо как-то потихонечку выводить людей из бесконечного высшего образования, которое фактически обесценилось во многих сегментах, да, и создавать вот эти вот учи-проф, учи-проф учебные заведения, скажем так, пусть даже из них будут выходить люди с таким неполным высшим, скажем там, хорошим средним, но инженерным образованием или каким-то. Вот что касается вашей отрасли, в связи с тем, что говорил Светлана о том, что, к сожалению, людей приходится учить прямо на месте. Я так понимаю, что приходится учить в том числе и буквально работать на станках, да? Да. В этой связи вы как-то думаете на перспективу о создании там профильных учебных заведений, тем более, что в России с советских времен есть учебные заведения, которые готовят мебельщиков, так или иначе, да? Вот там мой одноклассник, например, закончил прекрасное по соседству с домом, с нашим, с ним учебное заведение и там долгое время работал в конторе, которая занималась производством вот этих вот гнутой мебели, венские вот эти все, стулья и так далее. Небольшое было предприятие. Ну, тут есть несколько факторов. Первое, мы вступаем в эпоху демографического провала 90-х годов. наблюдается мощнейший дефицит кадрового притока. И сейчас борьба за кадры будет тоже прямо на зубах. Однозначно. Второе, это, к сожалению, довольно долгосрочное отсутствие нормальной человеческой идеологии в нашем государстве. Мы все почему-то движемся к совершенно новым целям. Все хотят стать менеджерами, банкирами, еще желательно долгосрочными рантье. То есть культура, в которой воспитывается молодое поколение, она не оставляет нам шанса. Значит, создание нового отношения к рабочим профессиям, а их практически не осталось, это важнейшая задача государственного уровня. Вы как-то можете этому способствовать? Но я не знаю, заявить, что наш рабочий высококвалифицированный получает... Да, мы только действуем. У нас мощный внутренний учебный центр. Мы строим собственную внутреннюю культуру уважения к рабочему человеку. Создание всяческих социальных условий. Причем не факт, что денежных, а именно уважение, признание человека труда. Значит, более того, у нас как бы в структуре есть производственная бизнес-единица и торговая бизнес-единица. Во-первых, мы стремимся нивелировать доходы этих людей, хотя, как правило, в бизнесе продающие сегодня получают больше, чем производящих. Так сложился рынок. Мы стараемся этих людей консолидировать, встретить вместе. У нас каждый иногородний человек, а всего у нас 300 студий и общее количество работающих у дилеров людей. Мы стараемся их привести на фабрику, погрузить в производственную культуру, показать, как делается продукт, познакомить с людьми. То есть, пока в одиночку, создавая внутреннюю культуру корпорации, мы тем самым укрепляем собственный бренд. Светлана, что скажете у вас буквально полминуты? Есть какое-то резюме на эту тему? Резюме, конечно, хотелось бы, я не знаю, как государство это сделает. Сейчас мы сами это делаем. У нас люди женятся, у нас, например, не только у нас, я знаю, восстановились рабочие династии. У нас те, кто работает в предпенсионном возрасте, их дети уже приходят работать. Это имя. Государство очень слабо это поддерживает, обучает очень слабо. Но даже то, что мы можем дать людям у нас, работающим, уже говорит о том, что все, что мы можем для поддержания профессии, мы делаем. Отлично. Это была программа Про и Контра. Говорили сегодня о производстве мебели. Встретимся ровно через неделю на Финам. С вами был Константин Андреев. Хорошего дня. До скорой.